Девушки отдыхают Нации народа Саха И этот человек был действительно необыкновенно талантливый Необыкновенно теплый, щедрый Владимир Семенович был в какой-то степени человек космический В 1930 году в селе Хатасы, близ города Якутска, родился необычный мальчик С самых малых лет паренька привлекали история и фольклор родного края Волей судьбы суждено было ему прожить во благо своего народа и земли Я считаю, он был счастливый человек Потому что посвятил себя творчеству и занимался всю жизнь своим любимым делом Когда он был лет 7-8, у него была такая бумажная папка Написано было там дело И вот он все время ходил с этой папкой А оказывается, он все открытки красивые, картинки Он все складывал в эту папку И сам что-то, бумагу где-нибудь найдет, рисовал Складывал в эту папку И с этой папкой везде ходил И когда эта папка терялась, он спрашивал, где, говорит, мое дело И вот он все время с этой папкой И все знали, что это его дело В то время он, наверное, не понимал, что это будет делом его всей жизни И вот он, наверное, не понимал Молодые И делали искусство свое И сделали Я, например, доволен своими друзьями Володя, он сразу как-то вошел И стало называться это якутские художники Такое явление отдельное И почему-то они всегда вместе И все на любой выставке Их можно было и узнать И, в общем, слава пошла Когда я вспоминаю о Владимире Карамзине Передо мной стоит человек такой цельный Цельный как человек Это и в творчестве тоже сказывается В принципе, он очень такой скромный был Он о себе совершенно никогда не любил говорить Но зато он говорит Вот моя работа, вот они все обо всем расскажут Его работы, зритель Особенно иностранцу Всегда их как-то интересовало Быть тут изображен Такой народ изображен Интересный Такой ранее малоизвестный им Оказывается, вот этот Народ делает И народное искусство поражало И вот наши художники Когда мы говорим об искусстве Владимира Семеновича Его творчество абсолютно Нельзя с кем-то перепутать Потому что в нем столько Вот кроме профессиональных навыков Кроме того, что он действительно был Очень талантливый, великолепный И рисовальщик, и художник Да, как ремесленник, если так сказать Ремесленное художественное творчество Но главное в нем, наверное, вот Именно была Какая-то абсолютно Вот свое мировидение И оно идущее Из каких-то Очень древних Генетическом уровне Генетического кода Якутского народа Он так дышал Он так чувствовал Он именно вот тот Который обращается К народным истокам К фольклору И поэтому вот его серии Даже не то, чтобы с фольклором Например, эссах Или, значит, эпос Да, он, конечно, имеет Такое фольклорное начало Но имеет такое Как будто вот такое Былинное Песенное начало Олонхо Это же не просто Вот какой-то рассказ Да Олонхо практически и поется И ощущение такое Что когда он делает Вот эти все композиции Он чувствует Это внутреннее движение И они очень разные Вот это, например, композиция Вот эта серия, то есть Можно сказать Эссах Ну там небольшое количество Например, персонажей Я вот чувствую Постоянно Как будто музыка Слышится в ушах Когда я смотрю Вот эту серию Он очень разный Вот если В 1972 году Относится его работа Серия Синокос Она же практически Если внимательно не присматриваться Она же полуабстрактная Там вот на круговые Круговые В круге Изображены Синокос И собиратель И так далее, и так далее Это вот удивительное И очень такое Интересное событие В жизни Потому что Появилась Якутско-национальная Графическая школа Само понятие И оно появилось На фоне Вот всего бума Развития Истампа советского И имела свое лицо И были художники Совершенно уникальны Каждый со своим почерком Со своим мировидением Среди них потеряться И это вот Было очень легко Владимир Семенович Карамзин Который составил Совершенно другое крыло Другую сторону Якутского искусства Искусство, которое было связано Таким Снородным Ну, если его так иногда Называют Фольклорным направлением Или декоративным Направлением Искусство, которое Было связано С обращением Не просто Обращением к теме Традиционной культуры Алан-Хо Фольклора И так далее Нет Искусство было Вот в данном случае У Владимира Семеновича Оно было связано Вот не столько С темой Да А это Он как-то Сумел Чувствовать Сумел Передать Дух Душу Якутского Народа И это было Действительно Отличительной чертой Его Самобытного Искусства А позже Когда он уже делал Другую серию Уже Светная Литография Да Там уже другой Там спокойный Спокойное повествование Вот в свете Да Люди Идут Верхом На телегу Это Очень такой Увиденный Конечно Мотив Но они Носят Такой Больше Рассказывающий Паразаический Характер И он Конечно же Восхищается Но постепенно Перевращается Как бы От Песенного Сказителя В Рассказчика Который Постепенно Перед нами Расскрывает Вот какие-то Сюжеты Ранее Самая Картина Практически Пришла К нему Известно С первого Триптиха Жениха Невеста И он Говорит Вот эта идея Пришла Ко мне После того Как я Слышал На эту песню Биттек 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 Марья Вни Блатынки Неск Вни Он так это Хорошопевучий Говорит И вот Возник образ Вот этой девушки Якутской девушки Вот в якутском Наряде Сидит Ждет Невеста И какие невесты Так и удалые Приходят В общем с таким Юмором Какое-то вот такое Удивительное Совпадение Когда Человек Чувствует Вот предположим Якутская Народная песня Да серия Он чувствует Как Раньше Ну В форме Тойсу Воспевании Говорили И о невесте И здесь Была метафора Здесь был Гротес Здесь был Юмор Все это Совмещалось Забавные Какие-то Детали Моменты И он сумел И умел Это передать Через образную Художественную Систему Это вот Далеко не всем Дается Это редкое Качество У него тема Такая Вот Вот это вот Народная Вот он Все это взял За основу И сделал Такое Искусство Якутское Вот Там Сиди множество Допустим Большой Выставки Работы Его работы Сразу Можно узнать Это редко Для художника Удается Рестунки Отца Показывают Именно Дух Душу Нации Народа Саха И мне кажется Любой Человек Саха Может Девушка Мужчина Может Любую картину Взять 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 И сказать Что Вот Такие Были Мои предки Мужчины Могут Нюргун Батура Показывать И сказать Это мой предок Такой был А девушки Саха Могут Туя Туя Иллюстрации Взять Художественно Надо было делать портреты живописные Сталина, Хрущева, Калинина. Это была довольно нужная работа. Но вскоре стали делать панно. Элля Исипсеп, Степан Петров, Владимир Карамдин подготовили панно по Юнскому. Это прекрасная работа, отзывы, книги отзывов об этом панно, люди с восхищением пишут. Это очень работа трех очень талантливых людей. Тут и Красный Шаман, здесь и Нюркун Буатур, и годы Гражданской войны, и то, что Платон Алексеевич с книгой. Карамдин особенно был. Такой трудяга. Так ему нравилось резать, так ему нравилось работать. Он сидит и обязательно что-нибудь... Он даже участвовал в этом монументе со скульпторами. Вечный огонь у нас тоже там участвовал. Везде он участвовал. О многогранности творческой личности Владимира Карамзина свидетельствуют многие, ставшие уже классикой монументальные работы. Так наиболее известными считаются мемориал на площади Марата, установленный в честь павших борцов за советскую власть в годы Гражданской войны. Роспись на тему Алан-Хо в Литературном музее имени Платона Аюнского. Также настенная роспись на тему Эсех в Театре оперы и балета. Володя, он так увлекался работой, и так у него все это получалось, главное, конечно. И поэтому он день и ночь, можно сказать, прямо увлекался, особенно на творческих дачах. В Москве Союз художников каждый год собирал художников на творческую дачу Челюсинская. Я помню, что отец каждый год ездил туда, с Селеем Семеновичем Сирцевым ездил, и они каждый год, год один раз, там месяц или два месяца они там работали. Владимир Семенович был в какой-то степени человек космический, потому что в нем было умение видеть общее, характерно для всех людей, да, И в то же время передать, вот именно так чувствует, вот я Сахада, именно так можно увидеть душу, вот национальную душу, национальную эстетику, национальное мировидение, национальное понятие, о чувстве красоты, о чувстве мира, добра и так далее, вот каких-то вот таких очень больших философских понятий. Когда он графическую работу делал, у меня было такое ощущение, будто он прямо как серебряные вещи там делает, так и графические штрихом. Ощущение такое было, особенно когда вот есть серия там, якутская героическая эпос, видите, какой серебристый фон, буквально какой-то удивительный драгоценный материал. Самая знаменитая его работа, праздник Исэх 69-го года, она выполнена во форте, притом во форт непростой, отравленный штрих. Во-первых, он использовал при печати фольгу, иногда серебристую, иногда золотистую, да, и он давал вот этот эффект, как будто работа выполнена тиканщиками или ювелирами и так далее. Это особенно и на этом фоне крупные фигуры. Мне нравится и графика, и живопись нравится. Живопись мне больше нравится, потому что что он рисовал, я там был в этих местах. Есть картины, где наша семья вся там присутствует. Он и себя рисовал, как он сидит на берегу озера с этюдниками рисует, детей моих бегающими возле озера рисует. Там же я возле машины обычно, мать и мою жену. Мне больше вот живопись нравится, потому что вот эти все места я знаю. Когда по Амге сплавлялись вот эти скалы, вот эти горы, которые он рисовал, названия вот эти, это мне очень близко, потому что я сам присутствовал, когда он вот это вот творил. Он, конечно, как и все художники, любил природу, и художники ездили постоянно охотиться, особенно весной. Они собирались в большой компании, человек 10, ездили в Техтюр, на остров, и там охотились. И вот такая группа, она каждую весну не пропускала, и каждую осень не пропускала. И потом прекрасная весна, там, половодие, птицы, там, все такое. И мы обязательно писали, больше писали, чем охотились. Весной пробуждение, это природа, это самое лучшее. Ну, иногда была и пасмурная погода, были палатки и так далее. В общем, художники в это время работали в основном. Каждую весну, вот в середине марта, как потеплеет на улице, сразу же выезжали в лес. Отец всегда брал этюдник. Мы ездили по всем лежащим лусам. И летом, вот и весной, и осенью он везде рисовал. И вот он единственное переживал, говорит, солнце, говорит, так быстро, говорит, идет к закату, и света, говорит, меняются. Поэтому, говорит, очень сложно. И он все время торопился больше рисовать. А так очень хорошо у него получались картины. Он потом с этих этюдов писал большие картины. И в музее есть, и в частных коллекциях много таких картин. Его очень любили, его ценили. Он всегда такой остроумный, юморной. Он мог таки скромно сидеть, что-то очень смешно сказать. Всем очень становится тепло и хорошо на душе. Даже сидя на кухне, он брал фольгу. Тогда продавали кефир, молоко в бутылках. И закрывалось это фольгой. И вот мы пили кефир. Он брал эту крышку из фольги. И чайной ложкой, кончиком обратной стороной чайной ложки, он выдавливал там рисунки. Вот тут, допустим, эта фольга от зубной пасты жемчуг. И вот он ее расправлял. И здесь делал он лошадь. Вот, бегущую лошадь. Он сам родился в год белой лошади. И, видимо, поэтому он очень любил рисовать лошадей. Вот еще одна лошадь бежит. И вот он как бы в разговоре ненароком сидел, и вот такие красивые вещи у него получались. Мама моя, Макарова Татьяна Николаевна, она всю жизнь поддерживала отца. Была надежным тылом и очень верным спутником. Ну, как бы посвятила, по-моему, даже свою жизнь, чтобы помогать отцу, чтобы он только творил. Весь быт ему обустраивала моя мама. О нем заботилась. Отца не интересовало ничего, кроме рисования. Но он был очень свободным человеком. И человеком очень увлеченным. Карандаш, хисть, бумага, холст там. Вот это вот все его... Был интерес только в одном. Мастерскую выделили в 85-м году. И с тех пор он здесь творил свои произведения. Вот на этом афортном станке он печатал свою графику. А вот это... С этой стороны чироны, вот эти вот фигурки, которые он сам разукрасил, и старинные весы, тут календарь, чайник, вот это все собирал он сам. Художники вообще, они очень любили свою историю и предметы быта народа Саха. А Мольберт, на этом Мольберте он рисовал свои картины. Очень много живописей находится в частных коллекциях у моих родственников, у всех, почти у всех картинные галереи. Потому что он писал и раздавал, писал и раздавал. И потом он, как мне всегда говорили, коронный тост был. Желаю вам прожить тысячу лет. Я думаю, я всегда говорила, имя Карамзина тысячи и тысячи будет жить. В сердцах людей, поклонниках, детях, внуках, правнуках. Владимир Семенович был истинно, от природы был очень талантливым, очень вдумчивым человеком. Его работами нельзя не восхищаться. Вклад Владимира Карамзина в мир изобразительного искусства неоценим. Он вошел в плеяду художников, заложивших фундамент якутской школы графики. Весь творческий путь мастера, связанный с культурно-бытовыми традициями края, продиктованный этнической и национальной тематикой, составил целое явление в изобразительном искусстве республики. Сегодня произведения Карамзина хранятся в Национальном художественном музее республики, во многих художественных музеях России и в частных коллекциях многих стран. Одна из его уникальных серий картин находится в школе имени Самсоновых, которую художник еще при жизни передал в дар родному селу Хатасы. Так, перекладывая свои самые сокровенные мысли и чувства на холст, Карамзин признается в любви к народу и земле, во имя которых созидал и творил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok